Великий пост для православных христиан – это не только время сугубой молитвы и покаяния. Это особое время дел милосердия и помощи ближним по Евангельскому завету Господа нашего Иисуса Христа. По благословению настоятеля храма Рождества Христова, протерея Александра Игнатова, в течение этого спасительного времени прихожане Рождественского храма собрали для заключенных продукты, одежду, предметы первой необходимости, духовную и православную художественную литературу. У сложившейся традиции в шестую неделю Великого Поста отец Александр вместе с казаками Рождественской полусотни посетили 14-ю исправительную колонию. Заключенные нуждаются не только в самом необходимом, но и в духовной поддержке. В тюрьме у многих людей появляется время и повод обратиться к Богу. Возникает потребность в духовной жизни, желание открыть свое сердце Слово Божиему и покаяться. Некоторые впервые открывают для себя Библию и молитву. На территории исправительной колонии расположен храм-часовня в честь святых Бориса и Глеба. В этот день духовенство и заключенные помолились ко Пресвятой Богородице, прочитав канон. Тем самым в эти святые дни Великого Поста исполнив благословение святейшего Патриарха Кирилла. Заключенные подарили икону, написанную в стенах колонии. Икону Иоанна Хрестителя, наставника покаяния. Когда он на нее посмотрит, он помолится, чтобы Господь нам дал покаяние. За это время была разгружена машина с привезенной благотворительной помощью от храма Рождества Христова. Такие встречи и духовная поддержка способны пробудить в душе оступившегося человека надежду на спасение. Напомнить, что никто не потерян для Бога, что в каждом человеке запечатлен образ Божий и заложено доброе начало. Для нас это очень дорого. Мы осужденные, 40 у нас тяжелые преступления, тяжкие. Где-то бывает, подсказывает мысль, ну, кто мы, да, мы как бы отвержены от общества, зэки. Но в такой момент мы чувствуем, что не чувствуем себя отверженными, а чувствуем себя, что мы состоим в одной единой семье, которая есть в православной церкви. Чувствуем, что мы являемся клеточками одного организма, глава которого Иисус Христос. Поэтому это для нас поддержка не только для тел наших, но и для душ наших, и для сердец наших. И здесь действительно исполняется с вашей стороны заповедь апостола Павла, точнее же заповедь Божия, которую Господь сказал устами апостола своего. Помните узников, как бы и вы сами были в узах. Один раз в год, Великим постом, прихожане Рождественского храма передают в колонию свои пожертвования. И каждый раз, с большой радостью и надеждой, там ждут этой встречи. Поблагодарить отдел духовного образования, лично отца Александра, настоятеля жанра 6-6, всех его прихожан, братьев казачков, и всех, кто трудился для того, чтобы собрать вам подарки небоящие. Эта акция у нас уже стала ежегодной, проводится уже не знаю какой год, и дай Бог, чтобы она за все проводилась. В завершении состоялось небольшое выступление казаков Рождественского храма. Воли, душа моя, Господа, Господу, Господа, в животе моем, мою ногу моему доме живее. Песня. 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 Христос сказал, «В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и Царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». «Оступившиеся на жизненном пути заключенные возвращаются на верный путь. Как важно продолжать такие встречи». «И есть и будет». «И есть и будет». «И есть и будет».